Всем привет, я Даша Кей, и сегодня будет видео-обзор косметики Лены Крыгиной. Долгожданная вещь. Много кто ознакомился уже с ее косметикой, а мне сегодня только предстоит. Лена врывается ко мне в обзор, поэтому давайте начинать. А просто столько обзоров видела уже на ютюбе на косметику Лены Крыгиной. Мы припудривали глосс, мы уже сравнивали косметику с Нарс, даже оценили ее по морально-этическим качествам. Поэтому осталось только мне сделать обзор, что я, собственно, сегодня делать-то и буду. Леночка Крыгина, Бьюти Титан, один из трех китов, на которых держится бьюти-рынок наш, точнее, держался в году 2014, выпустил свою косметику. И книгу-то мы ее уже прочли, и вторая-то уже готовится. Но вот с косметикой такие дебют, и мы будем оценивать с нуля, как она подходила ко всему. У меня вот такой вот пакет, он выдается сразу же, если вы берете недоставкой, а забираете из корнера Лены косметику, то выдается еще такой красивый пакетик. Многое я заказала, но не все. Центральной фигурой являются конкриты, это пигменты, которые можно добавлять во все, что угодно. Вторая вещь, изданная Леной, это спарклус. Конкрит белый, конкрит серый. И интересная вещь, это металлизированные пигменты рассыпчатые в очень странной упаковке. Что вообще сказать-то о предисловии? Небольшое предисловие. Я на самой презентации не была, но видела, как это проходит. Было все очень красиво обстроено, обставлено в стиле лабораторий. И как бы эти все продукты сделаны с целью, что вы будете химичить с ними, намешивать. Много у меня мыслей интересных возникло во время просмотра обзора на эти баночки. И захотелось, естественно, посмотреть на них самой и чисто выразить свое личное мнение, которое является, естественно, субъективным. И каждый делает все по-разному. Начну я, наверное, с конкритов. Лучше так, наверное, не делать. Вот таким вот образом выглядит упаковочка. Сама упаковка металлическая. И открывая мы видим, ну, в общем, такой небольшой тюбик железный. Такой большой ящичек для того, чтобы смешивать какие-то текстуры. И вообще этот ящик служит спасением для конкрита, потому что если на него немного надавить, то когда его откроешь, он будет вытекать. Кстати, насчет вытекания. Я думаю, всем интересно, но пока я сейчас разберусь с инструкцией. Мы знаем о косметике так много, что отказались от шаблона в процессе создания продуктов. Наша философия макияж без границ. С. Елена Крыгина. Так. Так. Кваркоды уже пошли. О, господи. Инструкция, как у краски для волос. Тут даже есть транскрипция. Боже мой, не дай бог, кто-то по-другому прочитает. В общем, способ применения на лицо, как румяна. На губы матовая помада, как кремовые тени. Брови и ресницы. Кстати, на ресницы интересно. Посмотрим, сейчас, может быть, на несу ресницы. Также меня очень заинтересовала работа с аэрографом, потому что у меня есть аэрограф. Высокая концентрация пигмента. Конкрет позволяет получить интенсивный цвет с первого слоя. Он распределяется. Короче, максимум пигмента, стойкость, безопасность цвета. Инструкция интересная. Люблю большую инструкцию, чтобы почитать. Ну, расход бумаги, это такое, знаете. Как же люди начали хейтить этот запуск, Ленин. Это просто пипец. Почему-то никто не хейтит запуск Донессы Марикс с теми же, можно сказать, конкретами. Но почему-то все от Лены ждали, как будто бы она им что-то должна. И это так смешно на самом деле наблюдать. Как будто бы к ним пришли. Раньше как вот раскулачивали людей. Просто забирали у них имущество. Как будто бы точно так же Лена пришла с двумя амбалами и сказала, отдавайте деньги покупать мой конкрет. Не в этом дело. Дело в том, что я хочу просто сделать обзор. Просто посмотреть, как эта штука работает. Вернемся к конкрету Питч. Тут вот на развороте еще немножечко о нем. Универсальный теплый персиковый оттенок. Боюсь, что он сейчас выпрыгнет, потому что пока что он не выпрыгивает. Все нормально. Ну, по-моему, обычный продукт. Железные упаковки. Короче. Так. Либо они доработали упаковку. Грязно-персиковый оттенок. Даже больше таракотовый. Кстати, очень красиво. Сейчас попробую нанести его на губы. Попробую нанести это в складочку. И на все подвижное веко. Мягкий продуктик. Вот чем даже отличается, вот сейчас я тушую, конкрет от Донессы. Хотя, в принципе, подача очень похожа. У Донессы менее пигментированный и более кремовый продукт. Муссовой консистенции. Здесь же прям ого-го какая пигментация. И, кстати, есть еще текстурмастер, который делает, видимо, более подвижную форму. Я сделала монохромный образ. Нанесла конкрет на губы и на глаза. Конкрет сделан быстрозастывающими не просто так. Не для того, чтобы... Эх, сделаю их быстрозастывающими, чтобы никто их не смог растушевать. И чтобы просто визажисты радовались от того, что им не нужно делать по 10 слоев, чтобы добиться интенсивного цвета. А просто все с первого наносилось хорошо. Хочу... Ой! Вот тут, кстати, конкрет помялся. И говорят, что когда он помятый, то когда его открываешь, он может плюнуть. Протестируем на этом конкрете. В общем, это оттенок Dark Violet. На днях вышло видео с макияжем новогодним Лены Крыгиной. Она использовала для губ Dark Violet. Я заказывала еще чуть раньше, поэтому все равно покажу видео. И... В этот раз... А-а-а! Да, в этот раз, короче, упаковка говно. Это трэш. Придется немножечко убрать продукт отсюда. Небольшое надавливание, и все, продукт просто уходит в никуда. Вы могли его использовать как-нибудь на лицо, но, к сожалению, он уходит, просто убегает из упаковки. Продукт, кстати, не так быстро засыхает. Вот я уже крашу губы минут, наверное, 5, и вот он все еще тут в подвижном состоянии меня ждет. Я нарисовала губы немного в стиле Sony Miro. Офигенный продукт, но очень сложный, если не уметь пользоваться хотя бы гелевой подводкой. Ну вот просто вот начнете хотя бы пользоваться гелевой подводкой, и тогда любой конкрет вам будет под силу, потому что это, можно сказать, та же гелевая подводка, просто в жидкой форме, и ее нужно набирать на кисточку или аппликатор. Если набирать на аппликатор, и аппликатор хороший, то это вдвойне удобно. Очень красиво выглядит. Это похоже на крем для рук Люкситан. Красивый дизайн, но, к сожалению, не такой практичный. Зато там все полностью в продукте. В отличие от Донессы, тут вот половина воздуха, но тут ты вот можешь, допустим, надавить на упаковку. У Донессы более муссовая консистенция, там меньше продукта, он медленнее схватывается, но менее пигментированный. Этот оттенок единственный, который еще более-менее пигментирован. Я хочу просто замешать на руке. Ну вот, ну блин, вот только открылась, сразу же текстур полез, блин. Хочу посмотреть немного, какой вообще этот текстур мастер. Хотим замешать его еще с одним цветом. Он называется Циан. И, допустим, ну вот только я его открыла, и он уже мазюкается. Да, с упаковкой Бэда. Вот представляете, сколько этим можно накрасить. Вот один мазок, какой вот он пигментед. Попробуем разбелить этот оттенок и капнем немного белого, раз мы такие художники, будем мешать свой какой-нибудь оттенок. И назову видос, смешала все конкреты Лены Крыгиной. Дальше идем. Получился светло-бирюзовый цвет. Ну, посмотри на него. Лезет он, так и лезет. О боже, боже ж ты мой. Получился, кстати, интересный цвет. Можно на Хэллоуин использовать, но он уже прошел. Нет, я замарала кофту. Интересно, конкрет вообще отстирывается? Эта вещь больше для визажистов. Вот я, кстати, использовала, я использую салфетки от Миши Ведяева, просто протирая руку. Никакого нет пигмента, о чем-то мы говорили люди, что въедается в кожу просто со страшной силой. Может быть, если оставить так на 10 часов и сразу же не смыть, то да. Но так, собственно, со многими продуктами происходит, поэтому я как бы не удивлюсь, если даже что-то вдруг останется. Не смогу не законтурироваться оттенком Тауп. По крайней мере, попробовать, потому что хоть Лена и контурировалась оттенком Хаки, оттенок Тауп, да, тоже, на мой взгляд, должен быть все-таки под цвет тени, может быть, под цвет волосков. Я беру немного оттенка Тауп и смешиваю с текстурирующим гелем 50 на 50. Его, наверное, может вообще не остаться, оно как-то быстро тратится, надо было огромную бадью такую. Я возьму немного вот этого оттенка и начну контуриться. Боже мой. Что мы химичим? А ну-ка! То, что я по оттенку как бы сама тупанула, взяла не Хаки, а Тауп, это уже мои проблемы, но ложится нормально, если с текстуром размешать. Это скорее оттенок, наверное, для того, чтобы рисовать брови. Я добавлю немного оттенка Пич, просто совсем... Ой, это много. Прям хочу просто поставить небольшую точку и размешать. И еще текстурки, потому что кончается ее действие прям мгновенно. То есть размешиваю текстуру, Пич и Тауп. Накрасился конкретом в маршрутке. Yeah, come on. Давай, попробуй. Челлендж. Накраситься конкретом в маршрутке. Это вообще другая тема. Никто не говорит о том, что нужно пигмент взять от Мак и краситься в маршрутке. Вот, вот. Уже более красивый оттенок. Смешала Пич. Ну да, уже лучше. Пич и Тауп. Получила красивый оттенок, который надо, главное, сейчас растушевать. Просто другую кисточку. Кисточкой, чтобы... Мне кажется, знаете, это называется ожидание реальность. Я думаю, Лена, когда сделала эти продукты, она прям прыгала от радости. И она думала, что придет она с ними на наш рынок, и тут все тоже такие посмотрят, попробуют, подумают, прежде чем накраситься, и тоже будут прыгать от радости от того, что появился новый интересный нетипичный продукт. Но мы совершенно по-другому реагируем. Мы не любим кого-то хвалить, чем-то восторгаться, но мы очень любим засирать. В общем, в итоге, смесь оттенков Тауп, Пич и Текстура, ну, текстурирующий этот гель, дало мне прекрасный контуринг. А для чего еще нужны конкреты? Кроме как для того, чтобы их смешивать. Базовые оттенки и мешаешь из них палитру. Базу можно придумать каждую свою. Так, немного еще пройдусь по носу. Я думаю, хаки еще попробовать. Ну, блин, что-то тупануло, не заказала. Мне показалось слишком желтым. Моя первая работа с конкретами, так что, естественно, ну, как бы, блин, не знаю. То ли надо было обосрать. Переходим к Sparkles. Это у нас, значит, блестки, которые также все хаят, что они стоят 650 рублей за баночку, а можно купить на Али просто за 150. Блин, ребят, идите покупайте. Почему-то, когда Эля булочка производила, в шприцах просто блестки, которые были запиханы в большой шприц, и продавала их по 400 рублей, я их покупала, потому что они были интересные, красивые, и я не могла их найти на Алиэкспресс. Не все блестки можно найти на Алиэкспресс. Красивая баночка, не буду сейчас говорить про стоимость, каждый будет опять искать и покупать то, что он хочет, и поддерживать то, что он хочет, ну, того производителя. Такие же блестки есть в Makeup Forever. Вот, например, золотые, прям идентичны, почти что, чуть-чуть более мелкодисперсны тем блесткам от Makeup Forever, которые у меня есть. Могу их даже, кстати, сейчас показать. Блестки Лены Крыгиной и Makeup Forever, можно сказать, идентичны. И это неплохо. А у Лены Крыгиной цена за блестки даже меньше. Ой, я подсниму крупнячок, но это, конечно, прикольно. Можно сказать, у меня есть одни и те же блестки, просто в разных ипостасях. Но нет, а, не-не-не-не, у Лены они более все-таки бежевенькие. Вот, если брать, наносить на палец. В общем, вот эти блесточки. Золото и золото. Косарь. 650 рублей. У меня есть и блестки с Алиэкспресс, в этом ничего такого нет. Просто, например, блестки с Алиэкспресс я не буду наносить на глаза и не буду наносить на клиентов. Но блестки Makeup Forever с удовольствием, потому что это блестки, предназначенные для макияжа. Каждая блесточка огранена, точнее, отшлифована в специальной машинке, чтобы она не колола ни глаз, если туда вдруг туда она вдруг попадет. Следующие тоже блестки Makeup Forever голографические, галактические. Вот такого они цвета. То есть это просто чуть-чуть похожие блестки. Вот те золотые очень похожи, эти нет. И вот блестки Лены Крыгиной. Вот, нанесу их на палец и я буду наносить сейчас вот эти Sparkles в оттенке Cosmic Prism, предыдущий оттенок Sand. Вот. Единственное, я думаю, наносить это на глиттер или наносить на текстур маск. Как думаете, на что лучше? Так, сейчас нанесу на руку. Затест на руке. Не выдавливаю немного текстур маск. Это вот настоящая чисто химия, чистое просто. И выдавливаю глаз-глосс. Тоже его немного выдавливаю. Кстати, глаз-глосс у Лены очень похож на жидкое стекло от Мак. Как он... Вот, если добавлять в глаз, то они сразу же как-то как будто бы теряются. Но в качестве базы, я думаю, можно. Разница небольшая. И мне больше нравится вариант с текстурой. Ой, заодно, кстати, я свяжу помаду. Да, это мое не самое идеальное нанесение помады было. Единственная, знаете, претензия к вот этим вот конкретам и текстурмастерам Лены, это то, что очень маленький объем. Потому что вот этот текстурмастер я использовал уже на одну третью за сегодняшний вечер. Может быть, я много доблю, но хочется, чтобы была большая туба, чтобы можно было не жалеть при нанесении. так. Палец, губы, ну кайф. Я это делаю сейчас крайне халявно, конечно, если бы я собиралась на какое-то мероприятие, я бы сделала это более аккуратно, но я сейчас все почищу консилером и смахну ненужные блестки. И вернусь к вам. Вау, я нанесла спарклс на губы. Вот что у меня получилось, сочетание темной помады и спарклс в оттенке космик призм просто офигенное. Так, можно делать разную подложку. Мне они понравились, когда я посмотрела, ну на сайте они были с спарклс, а вот. На сайте они были с серой подложкой на губах. Кстати, отдельная, отдельный респект Лени за то, что каждый пигмент, каждый спарклс, каждый конкрет, получается, каждый продукт показан в разных ипостасях, на губах, на глазах, в качестве стрелки, как можно это все использовать, и, ну, разные подложки. И это так круто, видно, что она заморочилась и сделала несколько, получается, видов использования продукта, описание полноценное, не просто написано, это блески, типа, такого-то оттенка, это пигмент, название такого. есть, у каждого продукта есть своя история, и мне кажется, когда человек так старается, создает что-то, что просто люди другие не могут сразу же понять, да, естественно, это все не безогрех, но отмахиваться от этого и говорить, что, ой, это чушь, нам нужна просто прозрачная губная помада, чтобы краситься в маршрутке, или тинт для губ, или красная помада, блин, это уже все есть, я радуюсь, когда вижу странные продукты, в которых можно покопаться, они заморочены, это не просто так все сразу же, вот, например, что это, блин, это пигмент, который, кстати, срок годности 16, 08, 18, август, не так давно, это металлический пигмент с мягкой крышечкой, которую надавливаешь из нее, и он вылетает, мой же мой, что это такое? для чего вот тоже это? Ну, может быть, для чего-то это и должно пригодиться, блин, понимаете, не разобравшись с ситуацией, сразу же продукт, хайд, ну, типа, бессмысленно, этот пигмент очень красиво смотрелся на сайте, ну, это какая-то, блин, магия, чувствую себя в Ховарсе на занятии, я хотела размешать как раз-таки с глоссом и нанести на веко, вот, что я, собственно, сейчас и сделаю, металлик такой наносит на глаз просто вот одним штрихом, мазком, то есть, опять же, это доказывает, что продукты созданы для чего? Для съемок, естественно, к вам приходит модель какая-то, у вас есть полный лук, там какой-то один цветовой акцент, вы берете этот цветовой акцент, наносите на глаз, или наоборот, контраст на этом, беру глаз-глосс и нужно надавливать как бы на край, чтобы он слишком не вытекал, когда становится уже полупаковки, то легче с ним справляться, но упаковку, я думаю, все-таки надо как-то переделать, передумать, или, может быть, чуть меньше продукта класть и сделать, тогда его чуть-чуть дешевле, и я сейчас это все перемешиваю, и я не знаю, что получится, но вроде бы, да, получается то, что я и хотела. И получилось то самое металлическое сияние. Глосс, кстати, не пахнет никак типа одним мазком. Стараюсь это сделать. Надо было взять, наверное, чуть больше глосса для достижения вот этого самого эффекта. Ну, вот этот глосс легко стираем, он прозрачный, глосс, в принципе, неплохой. Единственное, что вот он немного дороговато выходит, то есть если использовать тюбик для него, все-таки тоже очень маловато. Я бы сделала бы все тюбики побольше, возможно, кроме цветных пигментов. Они нормальные. И сейчас, ради прикола, просто возьму белый цвет и попробую накрасить им ресницы. Ну, можно же типа красить им ресницы. Мне просто интересно. И у меня очень такие тоненькие. Я сейчас просто тестирую продукты на то, как это можно использовать. Сейчас я похожа на Эдварда руки-ножницы. В общем, с ресницами, естественно, перебор. Вот до ресниц мне нравилось больше. Мне нравилось даже без того, как я сделала серебряные глоссы на веках. Потому что это все равно все от разных макияжей. И сегодня я просто хотела по максимуму попробовать все. В общем, вот такой вот обзор у меня получился на Крыгина косметикс. Это далеко не все, что тут еще можно сделать. На сайте представлена куча вариантов. Как сделать влажные глаза с конкретами. Как сделать влажные глаза с пигментами. Там есть медные пигменты. Мне просто очень понравился серебристый. Как видите, я люблю серебро. Спарклос можно нанести на губы, на глаза, куда угодно. Я не понимаю, почему нужно создавать квадраты, палетки коричневых или других каких-то оттенков из сухих пигментов, если можно создать то, что ты именно хочешь пользоваться. Тенденция в макияже давно сменилась на то, что мы пользуемся кремовыми тенями. Например, кремовые тени Armani, помады, даже те же Lime Crime, мы все наносим на глаза. Как можно объяснить вот этот выбор Лены, почему она сделала такие продукты? Я вам одно скажу. Никак. Это ее дело. И реально, то, что она сделала, она не пришла к вам домой и не продает это как пылесос. Обычно я уже вижу, что находится на свотчах и покупаю то, что мне уже нравится изначально. То есть оттенок вот этот Dark Violet я знала, что он мне подойдет, потому что я примерно хотя бы понимаю, что мне подходит, а что нет. И приятно была удивлена от этих блесток, которые Cosmic Prism, как они переливаются на губах. Единственное, что меня смущает, так это мои белые ресницы. Зачем я это сделала? С вами была Дарья Кей. И пока-пока. Увидимся в следующих видео.